Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы подробно разберем, кто такие Квами, откуда они берутся, на что они способны и другие подробности, о которых вы раньше, возможно, не знали. Итак, Квами – это существа, наподобие духов, помогающие определенным людям превращаться в супергерои. Квами могут летать и парить. Они также могут стать неосязаемыми, чтобы проходить сквозь твердые объекты. Квами невозможно заснять на камеру, поскольку они становятся невидимыми на фотографиях или видео. Кроме того, они живут тысячи лет и существуют с момента появления Вселенной. Как только во Вселенной появляется что-то новое, например, любовь, красота или даже математика, образуются Квами. Они могут появляться в разное время. Тики является первым Квами тематикой творения, которая появилась во Вселенной более 5000 циклов назад. Так, например, известно, что Тики и Плавгу примерно по 5000 циклов, а Квами и Нууру – 3500 циклов. Цикл Квами длится несколько сотен человеческих лет. Квами празднуют свой день рождения вместе и в это время могут устанавливать связь с другими Квами. Все Квами знали друг друга, поэтому могли путешествовать по Вселенной длительное время. Несмотря на это, единственным недостатком волшебных существ являлось отсутствие взаимодействия как с людьми, так и с обычными вещами. Вскоре Мак решил данную проблему, создав Камни чудес для сотрудничества и общения с живыми существами. С того момента Квами помогали владельцам Камней чудес дарить миру добро, несмотря на то, что некоторые использовались во зло. В давние годы, когда Квами еще появлялись, на них были наделены заклинания, которые не дают возможности говорить имена своих хозяев в мерах предосторожности. Но позже этот факт подтверждается в эпизоде «Сеятель», когда Тики и Плавг пытаются произнести имена личности своих хозяев, но в ответ они выпускают пузыри определенного цвета. Тем не менее, Квами имеет множество ограничений, они не должны выдавать личность хранителя талисмана, но в эпизодах «Принцесса ароматов», «Коллекционер» и «Сирена» у Тики не оставалось выбора. Также им нельзя знать рецепты заклинаний новых сил из-за мер предосторожности. Мастер Фу запрещает видеть Тики и Вайзу его рецепты, игнорируя их просьбу, а Нууру признается, что не знает ни одного рецепта. Квами могут заболеть, но Мастер Фу может исцелять их с помощью гонгов. Но если они могут болеть, значит и умереть? Давайте подробнее рассмотрим, как же выглядит Квами. Квами – существа с большими головами и крохотными телами. Их внешность зависит от того, в какого героя они трансформируют людей. Так у Тики есть усики, а сама по себе она красная с черными пятнами, как божья коровка. А Плак – черные зеленоглазые с ушами и хвостом, как у кота. После употреблений разных зелий, сделанных с помощью книги, Квами приобретает новый внешний вид. В эпизоде «Сирена» после того, как Плак и Тики выпили зеленое зелье, они получили хвосты и плавники. А в эпизоде «Фрозер» на их теле появились ледяные кристаллики. Квами вселяются магические украшения. Пример – серьги или кольцо, чтобы дать человеку возможность трансформироваться в супергероев, пока они носят их уникальную силу. Например, Плак – силу разрушения, а Тики – силы творения. Квами знают, что делают их хозяева во время трансформации, но при этом они не могут общаться со своими владельцами, когда те трансформированы. Однако трансформация не бесконечна. Когда Квами устают, обычно они расходуют свою энергию, когда носитель использует свою суперспособность. Талисман «Удача» леди Баг или катаглизм «Кота Нуара». Владелец украшения трансформируется обратно в человека, обычно в течение пяти минут. Чтобы восстановить силы, Квами должны поесть. Трансформации могут быть комбинированными. Иными словами, один хозяин может использовать сразу несколько талисманов, а это мы уже видели неоднократно. Но, как сказал мастер Фу, это небезопасно для носителя. Сами талисманы являются как бы ограничителем волшебных сил. Квами не должны использовать свои суперсилы без хозяина. Они слишком сильные для этого мира, и эффект получается разрушительным. Так, например, Плаг несколько раз использовал свои силы без хозяина. И это привело к исчезновению динозавров Атлантиды. Наклон Пизанской башни – это только то, что озвучил мастер Фу в серии «Королева стиля». Также в этой серии Плаг уничтожил Эйфелеву башню. Одним дыханием разрушил дорогу. Квами очень дружелюбный и очень привязывается к своему хозяину. У Квами есть обычай дарить полюбившемуся хозяину подарок – квадатаму – символ дружбы хозяина с Квами. Мне известно два таких квадатамы. Это то, что подарила Тики на день рождения Маринет и тот, что носит Милен. Но откуда у Милен символ дружбы с Квами? Возможно, кто-то из ее далеких предков был супергероем. Видимо, эту тайну нам еще предстоит узнать в будущем сезоне. На данный момент нам известны имена всех Квами из шкатулки мастера Фу. У их имен есть одно общее правило. Обычно они короткие, с удвоенной буквой. Одинаковых Квами на свете не существует. Как мы знаем, шкатулка мастера Фу не единственная. Почти 200 лет остальные шкатулки были поглощены Сентимонстром, созданным молодым мастером Фу. Но после уничтожения Сентимонстры нашими супергероями, уничтоженный храм вместе с хранителями и шкатулками вернулись на свои места. Сколько шкатулок существует, пока неизвестно. А значит неизвестных нам Квами очень много. Я думаю, что уже в новом сезоне мы увидим новых, не менее симпатичных Квами. Давайте пофантазируем и придумаем имена к новым Квами. Кто знает, может быть именно этих Квами мы увидим в любимом сериале в ближайшее время. Как вам такой Квами? Квами. Мне он нравится. Очень симпатично. А этот Квами напоминает злодея по имени Пузырь. Белый котик. Квами Панда. Зебра возможно трансформирует супергероя наподобие обратителя. Квами спрут просто классный. Или такой. А может и такой. А может и такой. Квами. Что она тут делать непонятно. А вот еще один новичок. А вам нравятся новые Квами? Напишите в комментариях, каких Квами вам бы хотелось увидеть. Я жду ваших комментариев. Помните, я читаю все ваши комментарии и с радостью отвечаю на них. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео от меня. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова